Девушки отдыхают От моей машины пахнет, от тебя нет И что он здесь возил, скажите мне, пожалуйста Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение Федеральная экспертная служба Новая структура оснащена самым современным оборудованием Которое позволяет проводить любые криминалистические исследования В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина Ее заместитель, майор милиции Николай Круглов Программист и биолог Иван Тихонов Майор спецназа ГРУ Сергей Майский Патологоанатом Валентина Антонова И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая Сегодня им предстоит раскрыть новое дело Валентина Антонова Проект Первого канала След Да, невеселая картинка Я же вам говорю, что с позавчерашней ночи машиной никто не пользовался И муж И муж Он в среду, в ночь на четверг Вернулся домой пьяным, вдрызг И вы? И я у него ключи от машины из кармана вытащила А утром ему сказала Что отдам их, когда пить перестанешь Потому что не хочу остаться вдовой Ну что у тебя? Листик березовый Присох Признаков удушения вроде бы нет Да, ты права, ее не задушили Хорошо Хорошо А труп женщины в багажнике откуда? Я откуда знаю? Я ее впервые вижу Я вообще на дачу собралась ехать А тут? Ну картина в целом вроде бы понятна Я пойду возьму у свидетельницы анализ ДНК Да, давай иди А муж знал? А вы спросите у этого дурака сами Спросим Обязательно Извините, я возьму анализ ДНК Да, конечно А это зачем? А если я не согласна? Ну, если вы не согласны Нам придется поехать в лабораторию Я оформлю ордер Но это нужно, чтобы установить Вашу причастность к убийству Не, ну зачем же ордер? Я же не против Я же ни в чем не виноват Тогда давайте вы откроете сейчас рот А я сделаю мазок Это быстро Хорошо Все Ну и что у тебя? Награды Я обнаружила блестки на руке убитой На руке? А также под толстым слоем тонального крема Царапина на лице Хорошо Ну что, здесь все Остальное в лаборатории Откуда же этот песок, а? Так, можешь снять пленку с убитой Там внизу следы волочения и царапины По асфальту или траве? По асфальту Еще там красный песок А документы, сумочка? Ничего на ней нет, я все проверила А у тебя что? Тоже ничего Пальцев убитой в базе нет И пальчики с пленки тоже отсутствуют Это все? Остальное вскрытие покажет Это все, откуда не пугай Иван, материал из-под ногтей убитый уже посмотрел? Галина Николаевна, я, конечно, гений-универсал Но делиться на три части просто не умею До сих пор? Не умею Я думаю, пора бы научиться У меня еще пленка с убитой не обработана Вот, кстати, Антонова сняла блески с ее руки Ладно, блесками сама займусь По-моему, косметика Соли жирных кислот Дипропиленгликоль, глицерин Лаурилсульфат, ароматизатор Да это ж мыло Гений-универсал Обыкновенное мыло Мыло на сухом березовом листе У меня только одна ассоциация Баня! Точно Провожу анализ царапины На лице убитой С целью определения времени ее появления Валя, время смерти определила? От 14 до 20 часов среды А точнее? Галечка, я и так уже учла Все, что можно Степень исчезновения Трупного окоченения График смены температур воздуха И степень разложения Я точнее не могу Ну, 6 часов это очень много Ну, извини, чем богаты Про причину смерти сказать? Издеваешься? Черепно-мозговая травма Удар был глубокий С проникновением в мозг А орудие не установила? Молоток, топор, камень Не топор, не молоток точно Форма более сложная Череп я пока не вскрывала Я чуть попозже хочу Очистить рану И сделать слепок Твоей оперативности можно позавидовать Позавидуешь оперативности Когда тут над душой стоят А, вот еще что Смотри Видишь? То есть ты хочешь сказать Что вначале она лежала ничком? Да И судя по трупным пятнам Несколько часов Только потом ее перевернули И положили в багажник Все это хорошо Но только вот личность убитой До сих пор не установлена Ну, на это у меня тоже есть одна идея Какая? Выкладывай Посмотри Посмотри за ушком Ты видишь? Ага Пластическая операция Да Наша убитая тщательно следила за собой Нужно сделать запросы Во все центры пластической хирургии Сделаешь фотографии лица и ран Уже сделала Ну, ты даешь Ну, давай их сюда Вот, все готово Так Ага Так, ступай, это что? Это царапина Вот она Посмотри Она была получена ею За несколько часов до смерти Ну, по крайней мере Тональный крем Наложился уже на подсохшую ранку Производим анализ химического состава Блесток с тела С помощью электронного спектрометра В составе блесток Винил хлорид Эпоксидная смола Стирол Не похоже на косметику Похоже на полиграфический лак Точно Так Ну-ка, взгляни-ка Что это может быть? Знаете, очень похоже на глиттеры Полиграфические блестки Их с помощью лака Наклеивают На открытки Календарики Галина Николаевна Там приехал хозяин машины Отлично, иду Заканчивай Ковальчук Артур Иванович Артур Иванович Где вы были в среду во второй половине дня и вечером? В среду? На деловых переговорах Потом еще выпить пришлось немножко с заказчиком, так сказать Отметили сделку А они в бане ли с березовыми венчиками по сделку отмечали? Откуда вы знаете? Значит в бане Я вас умоляю Вы только жене ничего не говорите, хорошо? Договорились Но за это вы расскажете мне всю правду Как все было? Да, конечно В бане? С кем? Не в бане В сауне С двумя приятелями С девочками Там еще приняли И много приняли? Я не знаю Вот святой крест, правда Водка с пивом и такое дело Я вообще ничего не помню Я домой на автопилоте доехал И как труп вот этой женщины? Оказалось у вас в багажнике, вы тоже не помните? Я не знаю Вот святой крест, правда Я впервые ее вижу Я правда ничего не знаю Я вам телефоны приятелей напишу Они подтвердят Конечно напишите Их адреса И адрес бани Да, да, конечно Алло, Танечка Ну что, слепок для тросологии готов? Отпечатки пальцев на руле Совпадают с отпечатками Артура Ковальчука И отпечатки у жены Совпадают с пальчиками в салоне машины И на багажнике Что само по себе естественно Пальчики с пленки, в которой был завернут труп Пока не идентифицированы Сейчас самое главное Найти хозяина этих пальчиков Я поговорил с собутыльниками Ковальчука Снял у них пальчики Но на пленке их нет Клянуться, что из багажника доставали только пиво А класть ничего не кладли Ну и насчет сауны девочек тоже все подтвердили Значит займемся пока девочками И всеми теми, кто был в тот вечер в бане По времени выходит Что труп уложили в багажник именно там Валь, ну ты хоть чем-нибудь порадуешь Под Ноксеми убиты частички Петели Но ДНК ни ее, ни кого-то из ее родственников Алили не совпадают Аналогов нет Понимаете, на пакете остатки красного песка Обычный декоративный песок для алилиных дорожек Парковых зон в Москве тысячи Да и насчет орудия убийства пока ничего не ясно В общем, одни сплошные не А нужно да Алексей, поезжай-ка ты в эту сауну, разберись В общем, сам все знаешь Отпечатки пальцев, ДНК Ну значит, по девочкам А может я? Ванечка, ты еще молод Это работа для настоящих профессионалов Можно? Спасибо Разрешите? Спасибо Милый, постой Нам что теперь за это будет? Будет? Обыск Так что закрываю я вашу сауну На неопределенное время Подожди, майор, да ты че? У нас на вечер клиенты расписаны Потерпит Наверное Погоди, я сейчас Ты куда? Вот, его еще проверь Это еще кто? Уборщик наш, Ахмед Здрасте Здравствуйте Ахмед, значит Фамилия как? Ахмед Джанаев Так понятно Ахмед Джанаев Ну что, Ахмед Джанаев Руку давай В багажнике машины мы обнаружили труп Завернутый в пленку На пленке ваши отпечатки пальцев Как вы это объясните? И какой труп Ахмед 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 ничего не знает Женщина Мертвая В багажнике автомобиля Женщина Мертвая? Какая женщина? Я в машину залез Я ничего не взял Там баран был Какой баран? Ахмед Жарко было Мужчина в сауну Пиво носил Я тоже хотел Пошел посмотреть Вшел Из сауны А там Машина Сзади совсем открытая Открытая машина Или открытый багажник? Сзади, да Ахмед думал Там пиво есть Одну бутылку хотел И что? Там было пиво? Не было Ахмед сам Там смотрел Там был только баран В мешок Тяжелый Шурчит Шуршур Я баран не взял И крышку закрыл Чтоб никто не взял Да, Алексей Иду Сейчас к вам Лаборант придет Возьмет у вас Срюну на анализ ДНК Надо отпускать Этого несчастного Охранник клянется Что он вообще Никуда не выходит Убирается в сауне Живет под лестницей В общем Как собака Что за люди? Ну боится Что депортируют Как нелегалы Именно Парни клянутся Что вообще Никуда носу не кажут Даже за хлебом Девчонки приносят Ты сауну обыскал? В том-то и дело Что ничего не нашел Ни крови Ни пленки Но самое главное У них территория Посыпана красным песком Именно тем Который мы нашли На пленке А следы волочения Нашел? В том-то и дело Ничего нет Они там каждый день Убираются Венечками Грабличками Ну не на крыльях Жантова прилетела На подошве убитой Должен был остаться Этот песок Но его там нет Значит при жизни Она сауну не посещала Получается что Тело обернутой пленкой Волочили по песку И если бы это был Джанаев И он же притащил тело То вся пленка была бы В отпечатках И располагались бы они Совершенно по-другому Так что нам Этого Ахмеда Надо сдавать В ингредиционную службу Убийца не он Согласна Привет красотка Вань А можно сделать Компьютерные модели Этой штуки Какой? Орудие убийства Может мне тогда Что-нибудь понятнее станет Всем от Вани Что-то надо Нет бы кофе Из буфета принести А если принесу Сделаешь? Давай посмотрим Что тут у тебя Так Ну похоже На собаку Ребята В одной из клиник Пластической хирургии Опознали нашу убитую Это Павловская Алина Станиславовна Адрес тоже есть Так что Собирайся Поехали То есть Компьютерные модели И кофе Обменяются? Ладно Делай свои модели Только Нового стажера Мне вызови Дашу В багажнике автомобиля Рядового менеджера Найден труп женщины Причина смерти Черепно-мозговая травма На кончиках пальцев убитой Эксперты обнаруживают Типографские блески Личность жертвы Установить не удается Улики выводят следствие На баню В которой парился Хозяин машины Именно там Труп попал в багажник Под подозрение Попадает уборщик бани Его отпечатки Найдены в багажнике Автомобиля Так Ну похоже На собаку Ребята В одной из клиник Пластической хирургии Опознали нашу убитую Это Павловская Алина Станиславна Адрес тоже есть Так что Собирайся Поехали То есть Компьютерные модели И кофе Обменяются? Ладно Делай свои модели Только Нового стажера Мне вызови Дашу А вообще Она мне не мать А мачеха Жена отца А отец ваш дома? Отец умер год назад Разбился на машине Извините Да ладно Вы же по моему заявлению Из ментовки По какому такому Заявлению? Ну я утром написала Алина со среды дома Не появлялась Вот я заявила А что она все фотографирует А вы сами Знаете куда она ушла В среду? Понятия не имею Ключи, деньги, сумочка Все на месте Машина в гараже Что она все снимает И вообще Алину ищите? Уже нашли Мертвые В багажнике машины Мертвые Вот Собрали кое-что Подходящее В качестве орудия убийства В доме убитый? Ага Крови не нашли Так что делай Свою торсологию Только пальчики Не забудь снять Спасибо, дяденька Пожалуйста И мизинчик Откройте ротик Прекрасно Салфетка Спасибо, Галина Николаевна Извините Ну? И чего вы ко мне прицепились? Не знаю Не знаю я Где она была в среду Меня вообще Уже дома не было Ну для начала Засучите рукава И покажите мне ваши руки Другую руку покажите Ну и что? Это я со скутера В кусты упала Провожу анализ ДНК Подозреваемой Вероники Павловской С целью сравнения его С ДНК Биологического материала Из-под ногтей Ее убитой мачехи Спасибо, Галина Николаевна Ну, давай, давай Есть! Алло, Вань, можешь зайти? Да, есть совпадение Да, Павловскую убили одной из статуэток И на ней есть пальчики ее пачерицы Вероника Викторовна, как вы объясните, что частицы вашей кожи оказались под ногтями убитой Алиной Павловской? Ну да, я ее терпеть не могла Делай то, не делай это Ты кто она у меня вообще такая? Вас кто-то заставлял с ней жить? Папенька написал завещание, в котором я получаю наследство только 18 лет, через две недели А до этого Алина моя опекунша И вы решили избавиться от опеки, убив ее? Да нет же! Ну, я ее год терпела, ну, неужели бы две недели не подождала? В среду она меня конкретно достала! А что произошло в среду? Возвращаюсь я утром из клуба А мне на встречу дома мужик будет Романа Щукин, любовника этот Не, ну, вы представляете? Ах ты, тварь! Ну, давай, животное, расскажи-ка мне про кровь Животное? Вот на этой собачке следы крови Это не собачка Это Анубис Мы что, посмотрим, чья кровь? В общем, я ей сказала, чтобы она не смела водить хахали в дом моего отца А потом назвала ее шлюхой Ты? Шлюха! Не смей водить хахали в дом моего отца! Да ты, тварь, 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 тварь! Сами со шлюхами! Стыкнусь! Стыкнусь! Мерзалка! Я сразу на скутерах под Рудя Вернулась на следующий день после обеда Дома бардак Алины нет И что, даже записку не оставила? Нет Я осколки убрала Пыль даже вытерла Легла спать А утром встаю, ее все еще нет Но я решила заявление ментов в милицию заявить Прямо так сразу? Не сразу Я ей сначала позвонила на мобильник Мобильник оказался в сумочке, в шкафу Но Алина-то никогда в жизни из дома не выходила без кошелька и мобильника Вот я и подумала, может, что похитила ее А в случае смерти Алины Ее доля наследства после отца Получаете вы? Нет По папенькиному завещанию государство И если что, мою долю тоже Родина получит Так что нафиг мне ее смерть не нужна была Субтитры сделал DimaTorzok Экспертиза показала наличие следов крови на чугунной статуэтке Анубиса Откуда на статуэтке Анубиса, стоявшей в вашем доме, кровь вашей мачехи и отпечатки ваших пальцев? Понятия не имею Да у нас вроде не было никакого Анубиса Хотя Алина всякую фигню в дом тащила Все полки были заставлены Я не помню Вы держали эту статуэтку в руках? Я же говорила вам, ну прибиралась, да, вытирала пыль Гаррина Николаевна, смотрите Исходя из расположения раны Удар был несен стоящей, стоящей Павловской Человеком, чей рост не менее 175 сантиметров А если Павловская сидела? Если Павловская сидела, сажаем Павловскую Значит, если Павловская сидела, а убийца стоял, то смертельный удар пришелся бы гораздо выше И угол его был бы иным Вот здесь вот, смотрите, почти покасательный Ну хорошо, а если они сидели оба? Так, если они сидели оба Сажаем убийцу Вот смотрите, если они сидели оба То удар должен был идти по горизонтальной траектории И тогда силы удара была бы тоже гораздо меньше Ну и, тем более, у меня есть угол удара Нет, они стояли оба Или обе Ну что ж Ваш рост составляет 155 сантиметров А размер ноги у вас какой? 35-я, а что? Понятно Одевайтесь А ведь такая отличная подозреваемая была Леш, ну ты сам попробуй надеть туфли вот на таких вот каблуках И при этом еще кого-нибудь ударить по голове Если устоишь, конечно Да, если учесть размер ноги Вероники, получается просто какой-то цирковой трюк Ну почему? Бывают ведь туфли на платформе Ну, девчонка приехала на скутере Ну как она могла приехать на платформе или на каблуках? Ну а почему она не могла приехать на каблуках или на платформе, на скутере? Ну потому что это просто неудобно Ребят, хватит спорить Алексей, отправляйся обратно в дом Павловских Поищи там платформу 35-го размера, если такое может быть Ну да, откуда-то ведь там появилось это орудие убийства Да, и заодно проверь завещание Павловского Ничего 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 Нет, ничего В багажнике автомобиля рядового менеджера найден труп женщины Причина смерти черепно-мозговая травма На кончиках пальцев убитой эксперты обнаруживают типографские блески Криминалисты проводят обыск в квартире покойной И изымают все предметы, которыми мог быть нанесен смертельный удар Экспертиза дает результат Убитую ударили статуэткой Под подозрение попадает падчерица жертвы Незадолго до убийства мачеха с падчерицей поссорились Заходи, Алексей Галина Николаевна Вот записи С камеры видеонаблюдения соседнего дома Там много не видно, но главное рассмотреть можно Так, сейчас посмотрим Это среда, день убийства Так Так, это среда, давай-ка четверг посмотрим Так, стоп Кто это? И сумка стала гораздо легче, чем была Так, ну-ка дай-ка я увеличу это личико Да, это Рита, Маргарита Кныш А кто она? В каких отношениях она была с вашей мачехой? Я слышала скандал между отцом и этой мачехой Она орала, что у нее есть фотография, где они с Ритой Траховой, извините, любовью занимаются А Кныш была любовницей вашего отца? Я не знаю, это Алина говорила Может и врала Значит отношения между мачехой и Кныш были плохими? Нет, продолжали общаться, как ни в чем не бывало Сюси-пуси между собой, ну а сами, естественно, друг друга сожрать готовы были, как два паука в банке Скажите, пожалуйста, Маргарита Петровна, а зачем вы в четверг приходили к Павловске? А я переносила Алинке приглашение на свою свадьбу завтрашнюю И заодно хотела узнать, почему на звонки не отвечает Но у Алинки дома не было никого, я подождала и ушла А приглашение в ящике оставили? Не сообразила Кстати, она у меня в сумке лежит Могу вам показать Пожалуйста Пожалуйста Спальню я обследовала Даша Останься тут С невестой А мне надо срочно в лабораторию Если вы кровь ищете То имейте ввиду, что Алина на прошлой неделе все мне здесь изморала У нее носом хлынуло Не беспокойтесь Разберемся Товарищ майор Это стажер Максимова беспокоит Да, да, из лаборатории Да, та самая У нас тут проблемка одна Транспортом не поможете? Тут нужно одну девушку подвезти Да Спасибо большое, спасибо Это меня что ли подвезти? Вы бы переоделись Не стоит Уж будьте уверены Я у вас надолго не задержусь Типографские блестки, глиттеры Одинаковы только на первый взгляд Их и лаков, с помощью которых они наносятся Десятки, а то и сотни Так что Состав комбинированного глиттерного лака Можно считать уникальным для каждого тиража А это у вас что? Кладовка? Да О, как интересно Маргарита Петровна Вы утверждаете Что привозили приглашение на свадьбу Алине Павловской в четверг Да Тогда каким образом Блестки с этого приглашения Оказались у нее на руках? Если она была мертва уже в среду Срез на пленке, найденной в доме Кныш И срез на пленке, в которой было завернуто тело убитой Совпадают Маргарита Петровна Установлено, что кусок пленки В которой было завернуто тело вашей приятельницы Отрезан от рулона, хранящегося в вашем доме А кроме того, в крови Алины Павловской На вашем подоконнике Отсутствует слизь, характерная для носового кровотечения Как вы это объясните? Я не понимаю, о чем вы Хорошо Тогда скажите, Роман Щукин С которым вы собираетесь завтра Сочетаться с законным браком Любовник Павловской? Я Я не хотела ее убивать, понимаете? Как ты посмела Присылать мне эту гадость? Да ты просто бесишься Что Рома выбрал меня, а не тебя Ты думаешь, победила, да? Рано радуешься, дорогая У меня есть фотографии На которых ты трахаешься С моим блудливым муженьком Она сама виновата Ворвалась Угрожала Издевалась Ты этого не сделаешь Сделаю, дорогая моя Можешь не сомневаться Ты завистливая тварь И неудачница А Роман Все равно будет Моим Лена Когда я пришла в себя Я поняла, что Алина Мертва Я думала оттащить ее к реке Но она оказалась слишком тяжелой Я не знала, что мертвые такие тяжелые А говорил, что весит всего 42 килограмма Я просто хотела избавиться от нее поскорее Не важно как Просто избавиться Избавиться А что же вы от орудия убийства не избавились? Зачем было так рисковать? Отправляться в дом Павловских? Так я должна была найти Найти и уничтожить эти фотографии Где я с Виктором С мужем Алины Понимаете Алину хватится Обыщут дом Фотографии найдут Начнут вопросы задавать А так Статуэтка там Сумочка тоже Кого бы заподозрили? Все знали прекрасно, что Алина и Вероника Друг с другом не ладили Липучие Кто липучие? Да блестки Прилипнуть и не отмоешься Угу Угу Угу